Привет, народ! И сегодня у меня для вас еще одно признание. Серьезно, я этого не знал. Оказывается, мы можем в последний раз увидеть Джейн и Кенни. Да-да, тех засранцев. Окей, Кенни не засранец. Кенни классный чувак из второго сезона. Есть один способ увидеть их в последний раз. Если мы их выбрали в начале игры, или в предыстории, или вы взяли сохранение второго сезона, вы их увидите в последний раз в четвертом эпизоде. Я об этом не знал, мне об этом написал подписчик. Спасибо тебе, чувак, ты об этом написал в комментариях. Я не запомнил твое имя, но спасибо, ты очень помог. Я, правда, этого не знал, и, честно, даже нигде в инете не видел, а с трудом, с трудом нашел эти кадры. И давайте мы на них посмотрим, посмотрим, как это все выглядит в последний раз. В общем-то, это все значит, что ты можешь стать мамой, если захочешь. Забавно. Я уже чувствовал себя мамой. Джейнс сказала, что я в большей степени мама, чем она, когда-либо смогла бы быть. Господи, не воняет ведь. И в прямом переносном смысле. По крайней мере, это последнее. С этого момента мы занимаемся сами собой. Хорошо звучит, да? Теперь нам нужен только дезинфектор, чтобы от запаха избавиться. Я не знаю. Может быть, одиноко станет. Как я понимаю, это их товарищи. Жеронима! Кейни бы смог такое дерьмо перетерпеть. Карвер заслужил то, что получилось. Но это просто жестокость. Я не знаю, как ты вообще на это смотришь. Наверное, тяжело. И эти звуки, которые он делал, господи. Это ж просто ебануться. Я на это смотрел и стал сильнее. Теперь мир вот такой. Всем приходится привыкать со временем. Давай уберемся отсюда. Не хочу больше смотреть на тело этого больного ублюдка. Вот. Давай разгрузись. Я потаскаю этого малыша. Ах. Он ел, нет? Хорошо. Не хочу, что он блеванул. Не блюй на меня, малыш. Понял? Это забавно. Черт возьми. Вот это практически скрыли от нас. Помнишь, чему я учила? Сбей и закали. Опа. Труп. Нет, нет, Клем. Держись. Пусть ты не можешь умереть раньше, чем попадешь в новый фронтир. Черт, Клем. Я иду. Давай, иди. Давай, бери Тачила. Черт. Это было слишком близко. Давай. Нужно идти сюда. Знаешь... Я беспокоилась о тебе, когда ты была там. Хорошо, что я вовремя туда добралась. Знаешь, все так быстро происходит. Ты могла бы стать едой для ходячего. Знаешь, мне было все схвачено. Может быть. А может быть, в следующий раз. Я просто буду смотреть на это. Не знаю, сможешь ли ты сама выжить. Тебе нужно быть очень осторожной, если ты хочешь выживать. Хорошо, что с тобой я. По крайней мере, сейчас. Тебе нужно больше осматриваться. Ты почти умерла. Без тебя я бы не стала такой сильной. Мы здесь. Мы вместе. Давай, возьми его. Он хочет вторую маму. Спасибо, Клем. Мы всегда будем вместе. У нее здесь еще и голос более нежный. Пока мы друг у друга есть, все будет хорошо. И теперь перейдем ко второму флешбеку. Теперь с нашим любимым Кенни. И он кардинально отличается. Это бабочка. О, Кенни. А он тут взрослый. Малыш, хочешь еще? Ну, кого бы сделать следующим. А что насчет? Гов-гов. Успокойся. Пацан. Неплохая собачатинка. Знаете, с Даком вот такое же делал. Он ржал, как конь. А, твою-то мать. Давай там достань зажигалку. Подожди тут. Секундочку, малыш. Валя. О, нет. Эй, отойди от него. Да, маш ему клемм. Защити малыша. Он в порядке? Еще не укушен малыш. Знаешь, первый раз, когда я увидел, как ты держишь Эй-Джея, это выглядело так естественно. Где-то там, наверху, его мама смотрит на нас вниз. Благодарная за то, что ты делаешь. Всегда думаешь о нем в первую очередь. Я сделаю все, что угодно, чтобы держать его в безопасности. Я верю. Ты иди с твоей мамой, которая у него есть. Эй-Джея доволен. Защищающая, любящая, заботящаяся. Все, что делает хороший родитель. И это в твоем возрасте. Родительство, это мотиватор такой себе. Это, конечно, да. Такая-то любовь. Это делает нас лучше. Я чувствовал это, когда был осли. Да, он был хорошим парнем. Ну, я мог бы обращаться с ним лучше. Теперь-то я знаю. Эй, Джи, ти. О, господи, ребенок болеет насморком, как и я. Ну, я тут думал. Знаешь, выживать здесь вообще бред. Надеюсь, что Велингтон нас когда-нибудь примет. Может, найдем хороших людей во Флориде. Может быть, другана маленького для этого малыша. Было бы круто, не? Компания бы нам пригодилась. Ну, и мне бы пригодилась точно. Хороших людей не осталось. Если не осталось, это только потому, что мы их теряем. Как Сарита. В тот день, снаружи хаос, ты просто пыталась спасти ее жизнь. Никогда я тебя за это и не поблагодарил. Да не за что. Жизнь особо ничего не значит без людей, которые могут понять тебя. Сарита всегда говорила, семья — это то, что ты создашь. Она была права. Мне жаль за все это сопливое дерьмо. Надеюсь, я просто счастлив. Ха. Первый раз за долгое время. Мы... Мы тоже тебя любим, Кенни. О, малыш согласен. Так мил. Ладно, ладно. Хватит, нынки. Что насчет вот этого? Маленький мужик. Мы есть друг у друга. Пока. Мы есть друг у друга. Мы будем в порядке. Ха, это было интересно. Очень жалко, что и Кенни, и Джейн умерли. И как бы уже не воскреснут никогда. Хотя, я знаю, есть слухи, что если не выбрать никого, возможно, они когда-то появятся в игре. Но, черт возьми, мне кажется, Тейлы этого не сделают. То есть, мы их потеряли навсегда. Это грустно, это были действительно классные персонажи. Ребят, а за третий сезон, кто вам запомнился больше всего? Мне кажется, в третьем сезоне не хватает вот таких персонажей, как Джейн, Сарита, Кенни, таких как... Вообще, все, кто был, Ли не хватает. Нету настолько же харизматичных персонажей. По-моему, с каждым сезоном харизма все падает и падает. То есть, у нас до сих пор есть Клементина из первого сезона. И, черт, ну, Кейты, прочие геи, они неплохи. Но, все-таки, это не тот уровень. Пойду монтировать большой видос по всему пятому эпизоду. Я думаю, вы его ждете. Мы разберем все-все-все, что в нем есть. Там очень много интересных выборов. И, я думаю, я отвечу на многие ваши вопросы, которые вы задавали в комментариях. Что же, ребята, до следующего видео. Всем пока.